Отпуск на смарку. Националисты испортили отдых президенту Трампу. Дмитрий Быков о русских корнях американских проблем. Взрыв русского интернета. Взгляд Александра Любимова на нецензурные рэп-баталии. Зона становится реальностью. Ольга Романова о суде над российским экс-министром экономики. Украина в ожидании панславянских маневров. Евгений Киселев о мнимых и реальных военных угрозах. Привет, меня зовут Александр Герасимов. Это проект «Оно вам надо» – воскресная подборка главных, на мой субъективный взгляд, событий этой недели. И оценка этих событий людьми, мнение которых мне крайне любопытно. А вот позиции этих людей далеко не всегда совпадают с общепринятыми трактовками происходящего. Основной лозунг этой программы – если вы все понимаете, значит вам не обо всем говорят. По числу неприятных событий, прошедшая неделя стала одной из самых сложных для президента Соединенных Штатов. Несмотря на то, что он сейчас в отпуске. Впрочем, простых недель Дональда Трампа в Белом доме едва ли кто припомнит. Увольнение главного советника по стратегическим вопросам Стива Беннона – это раз. Газеты пишут, что Трамп начал подозревать его в причастности к многочисленным утечкам из аппарата президента. И вроде у него возникли проблемы в отношениях с Иванкой Трамп и ее супругом. А дети, как известно, это святое. Затем противоречивая позиция по отношению к маршу белых националистов и столкновениям с протестующими, со смертельным исходом. Это два. То ли он осуждает неонацизм, то ли наоборот осуждает его противников. За мыслью президента США на этой неделе мало кто успевал. Третье – это отношение к монументальному искусству. Собственно, марш белых супрематистов в Шарлоттсвилле направлялся к памятнику генералу Роберту Ли с целью спасения его от сноса. Позднее Трамп назвал глупым снос памятников конфедератам, проигравшим в гражданской войне. Косвенно тем самым поддержав позицию неонацистов. Памятники, тем не менее, начали демонтировать. В Мэриленде на этой неделе ночью вывезли монумент председателя Верховного суда США в середине 19 века Дреда Скотта. По мелочи можно насчитать еще несколько неприятностей, свалившихся на голову Дональда Трампа на этой неделе. Вслед за довольно необычными для Америки событиями последовало довольно оперативное и не менее необычное художественное осмысление произошедшего. Лицом к лицу, как известно, лица не увидать, только истинные художники в состоянии оперативно подняться над событием и дать точную оценку или мудрый совет. Вот скажем, бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер записал видеоролик для Дональда Трампа. Вот цитата. В сущности, говорит Арни, у вас, как у президента этой страны, этой великой страны, есть нравственное обязательство послать однозначный сигнал о том, что вы не будете поддерживать ненависть и расизм. Ну, как мне кажется, довольно глубоко и точно. Появились уже и исторические параллели. В последнее время Америка, опять, вы не поверите, стала главной темой российских новостей. Случилось это потому, что обнаружился, опять-таки, вы не поверите, гениальный способ управления этой страной извне. Совершенно не нужно, вообще говоря, устраивать разные дорогостоящие и бессмысленные мероприятия, типа хакерского взлома серверово-демократической партии или внедрения в Америку проплаченных наших экспертов. Все можно сделать гораздо проще. Оказывается, Россия с Америкой мистически связаны. И можно просто задавать вектор ее развития, устраивая у себя какие-нибудь неприятные события. Вы можете быть уверены, что ровно через 20 лет они начнут повторяться в Америке. Ну, например, оказалось достаточно выбрать в России не очень адекватного, не очень интеллектуального, довольно авторитарного лидера, чтобы Америка примерно через 20-19 лет сделала то же самое. Оказалось, достаточно устроить у себя фактически гражданскую войну с расколом всей страны на условных либерастов и условных ватников, чтобы то же самое пришло теперь в Америку. Оказалось, начать сносить памятники у себя, а это у нас, вообще говоря, любимая национальная забава 17-го года, да и в 91-м тоже, а вспомните, как это было с остальным, чтобы такой же совершенно непредвиденный скандал начался в Америке, где сносят памятники конфедератам. Кстати, обратите внимание, что в Сиэтле есть один маленький, не очень красивый памятник Ленину. Так вот, не поверите, его тоже снесли. Наши личные раб-баттлы вокруг мавзолея, которые всякий раз устраивают, когда надо отвлечь людей от потребительской корзины, они теперь в Америке тоже в большой моде, именно потому, что, видимо, бедственное положение страны заставляет искать какие-то отвлечения и изменения. Короче говоря, если мы хотим, чтобы Америка так или иначе погибла, для этого достаточно всего лишь погибнуть самим, и тогда, наконец, становится понятно все, что мы делаем в последние пять лет. И внешние захваты, и война на востоке Украины, и чудовищное воровство, и ложь, и коррупция, и все, что хотите. Ровно через каких-то 5-10 лет все это придет в Соединенные Штаты, и тогда наша главная цель будет достигнута с лихвой. На этой неделе в России произошло событие, последствием которого придется наслаждаться, на мой субъективный взгляд, многие годы. В ночь на понедельник в интернете была выложена запись мероприятия, которая называется «Рэп-баттл». Это такое поэтическое состязание двух героев, главной целью которого является максимально возможное унижение противника. Ну, речитатив в стиле рэп. Лексика не ограничена. Так вот, в течение первых суток «Баттл» собрал более 11 миллионов просмотров. 11 миллионов! По сравнению с этой цифрой, рейтинги прямых линий Владимира Путина по федеральным телевизионным каналам, ну, отдыхают. Неожиданно интерес российской аудитории к этому жанру просто зашкалил. Какие к черту попса и тяжелый рок? Судите сами, блядь. Судатый Панча Миронов в отрыве от него теряют блеск. Ты не создатель големов, но на фото ты как глинамес! Мои американские соседи, насмотревшись на рэп-баттл на ютьюбе, спрашивают меня, а что эти ребята на сцене делали? Оно им надо? Объясняю. Оксимарон и Слава КПСС, он же Гнойный, это арт-псевдонимы исполнителей, зарабатывали деньги и популярность. Ну, про популярность я уже своим соседям все объяснил. А деньги собираются тоже довольно незатейливым способом. Как пишет издание, только спонсоры отдали порядка 5 миллионов рублей. Рекламное агентство платит по доллару за каждую тысячу просмотров. Впрочем, чтобы успокоить своих соседей, скажу, что по кругу это не самые большие деньги, ради которых надо умирать от зависти. Есть еще несколько амплуа из-под воль присущих рэперам. Они заменили, вот если ты хочешь сравнить со взглядом, они заменили как раз вот Цоя, там, не знаю, БГ, Аквариум, значит, телевизор, Майка Науменко и так далее, так далее, так далее, так далее. Вот тех конца 80-х, вот тогда, когда рок, который был во взгляде, вот это была музыка молодежи, музыка протеста, которая очень естественно ложится на настроение молодежи всегда. Потому что молодежь приходит в этот мир, чтобы его поменять. У Путина там тяжелейший выбор в плане того, что, я не знаю, он не готов перейти в состояние, перевести страну в состояние реальной демократии, поэтому у нас отсутствует в политике конкуренция, в медиа отсутствует конкуренция. Большая медиа стала в числе пропаганды, там невозможно работать, например, вот я не могу почему-то работать ведущим. Знаешь, что-то плохо, есть много всего хорошего в России, там, уровень жизни поднимается, строят многое, там, воруют не все и так далее, так далее. Вот, но для молодежи все эти аргументы не действуют. Для них действует понятие стиля. Вот когда вот эти люди, вот эти люди, да, 25, 30, прости, пожалуйста, в октябре, кстати, 2-го числа 87-го года вышла первая программа «Взгляд». Вот когда вот эти люди 30 лет назад вышли в эфир, там, я, Владик Листев, там, Димка Захаров, мы на самом деле, вот когда ты говоришь, там, острые социальные сюжеты, мы что-то такое, как-то были такие, знаешь, неряшливые. Вот в этом они похожи. И, конечно, люди нас смотрели, они реагировали не на то, что, там, мы за КПСС или против КПСС, они реагировали на стиль. Стиль новой молодежи, новой культуры, которая вообще, ну, она, ну, она просто другая. Вот у Путина такая проблема, что за эти, там, 18-20 лет, это просто другие люди. Они не понимают, кто это вообще, кто он для них. Ему вот эти щуки ближе, чем эти люди, я думаю. Буквально в одночасье, ну, реально за один час на этой неделе произошло довольно серьезное изменение социально-политической картинки предвыборной России. Ну, что может этакого произойти для того, чтобы реанимировать эту клячу? На этот вопрос ответа еще на прошлой неделе, наверное, не знал никто. И вот на чахлом пейзаже, включающем в себя невнятную оппозицию, скучную власти Навального с двумя условными сроками, появилась общественная поляна, вполне себе готовая к употреблению. Я больше чем уверен, что вот этот нарыв рэп-движения или там рэп-баттл прорвало, в том числе и потому, что этому кто-то поспособствовал. То есть я не хочу строить каких-то теорий заговоров, но внимание государственных СМИ, в частности, там, государственных агентств, например, Реан Новости, к этому событию, оно заставляет задуматься. Может быть, это какая-то была презентация для администрации президента или, может быть, для каких-то политологов, для каких-то сил, которые готовят вот эту самую программу, там, как там, образ будущего, да, там все и ищут Путин. И вот одна из сил. Ну, представьте, вам говорят, вот есть такая сила, есть такая площадка, есть такой дискурс, с которым невозможно не считаться. У него миллионы просмотров, да, миллионы просмотров на Ютьюбе. У этого явления большой интерес именно у молодежи, но которой сейчас довольно большое внимание, которому удивляется, да. И, может быть, тут и задействованы какие-то деньги. То есть, давайте мы притянем этих ребят к себе, давайте мы их как-то можем использовать, давайте как-то, мы, может быть, туда приведем там нашего кандидата, может быть, он что-то скажет или хотя бы там побелькает и так далее. Конечно, это ресурс, и странно было бы, если бы его не использовали. И я думаю, что, например, реакция Алексея Навального, который очень комплементарно отозвался о батле, и как-то пометил даже моменты, которые ему понравились. Он политик, он понимает, в чем возможный потенциал, в чем возможная польза. И что этих людей, и аудиторию этих людей, бог с ними, с самими людьми, главное, аудиторию этих людей, ни в коем случае нельзя настраивать против себя. И поэтому я думаю, что, конечно, ближе к выборам, обязательно этот потенциал так или иначе будет использоваться. Общественная поляна, честно говоря, оказалась довольно основательно переунавожена, если, конечно, такой термин существует. Я про русский мат. Конечно, понятно, что это один из самых сильных мультипликаторов аудитории, работает так же, как и голые девчонки в телевизоре. Однако, я обратил внимание, ни один из регулирующих государственных органов в России до сих пор не предъявил носителю контента компании YouTube никаких претензий. Понятно, что роль государства в том, чтобы оградить детей, немощных, подростков, бабушек от какого-то нецензурного контента, который им не близок. Я не знаю, эротика. Раньше говорили, что после 23-х, чтобы бабки не упали в печенье. Сейчас, наверное, это все, поскольку в интернете невозможно регулировать по времени. Как можно взять и лишить русский язык мата? Вот объясните мне, пожалуйста. Пушкин, все, это часть нашей культуры. Другое дело, где применять эти слова. Когда вы знакомитесь с девушкой, вы же не ругаетесь мата? Или вы ей дебил тогда? Или если девушка соглашается, тогда она дура. Ну, понимаете? Это же так. Все это все понимают. И правила всегда были. Я вот мата, знал богу, я попал в интернат. Вот я в первом-втором классе жил в интернате. Я вышел из второго класса очень образованным человеком. Я плохо знал алфавит, вот, еще, к сожалению, потому что такой был не очень хороший интернат. Но зато я знал весь русский язык, настоящий дворусский. Что меня потом всю жизнь помогало. И не знаю, что важнее, мое образование МГИМО или знание настоящего русского языка и правил пацанской жизни, которые я научился в первом-втором классе в интернате, когда по ночам мы оставались без учеников. Ну, несложно предположить, что отношение государства к ненормативным словам есть дело самого государства. Кто-то сядет, как говорит один персонаж, на полторашечку за пару слов, а кого-то и вовсе не заметят в течение полного матерного часа. Ну, флаг им в руки. Вот, самое замечательное, на мой взгляд, это реакция на рэп-баттл со стороны российской либеральной публики, которая возмущена не столько обсценной лексикой, сколько отсутствием образов и смыслов в творениях рэп-бойцов. Диапазон оценочных эпитетов от скучно и грязно до мерзавца и подонки. Ну, собственно, любителей мерзавцев и подонков на день публикации этой программы набралось уже порядка 17 миллионов человек. А это почти 20% российского электората. Страна заговорила, заговорила страна, была как горилла, страшна страна, прибежала, как порванная струна, была для многих куском говна, перспектив не видела ни хрена, осталась в мире совсем одна, дойдя до точки почти до дна, когда решили, что все, хана затарахтела. На непонятном языке она, матерясь и пыжись, посылая всех на, молодыми мозгами и тупа, и умна, стала видна, слышна и, самое главное, для употребления мыслей годна. На этой неделе в Москве начался суд над бывшим министром экономического развития России Алексеем Уликаевым. Даже мои американские соседи помнят, что Уликаев был арестован в ноябре прошлого года в рабочем кабинете руководителя крупнейшей российской компании «Роснефть» при якобы получении взятки в размере двух миллионов долларов. Экс-министр, пока находится под домашним арестом, своей вины не признает. Это дело интересно по двум соображениям. Первое – обвиняется в федеральный министр, такое впервые в послевоенной истории. Второе – в деле фигурирует один из самых близких к Владимиру Путину людей – Игорь Сечин в качестве свидетеля. Говорят, что Ходорковского в свое время в зону именно Сечин и отправил. Мои американские соседи интересуются, а за что на самом деле закрывают приятного, похудевшего на 17 килограмм в домашних застенках человека? Оно им надо? Чему нас учит это кино про Уликаева? Чему нас учит этот фильм? Этот фильм учит нас, что при виде Игоря Ивановича ты, чиновник, а уж тем более не говоря просто у людей, но если он вдруг когда-нибудь увидит, что зашло солнце и он встретил на пути Игоря Ивановича Сечина, он должен быстро шмякаться на колени и снимать шапку. Больше ничего делать не надо, надо прикинуться ветошью и выразить ему свое почтение. Больше ничего делать нельзя. Это кино нас учит примерно этому. То есть это абсолютно такая вот альфа-самцовая кагибистская разборка. Что тут, чему нас учит Путин в этой истории? Путин в этой истории учит нас, что есть коллективный Путин, есть коллективный разум, а на сегодняшний день, не знаю, лобная часть этого разума – это Игорь Иванович Сечин, также височные доли, а также задний мозг. Путин пока представляет собой какую-то часть шеи, важную часть шеи. Но все остальное – это разные мысли разных людей. Вот что еще надо сказать моим американским соседям. Арест бывшего министра не мог быть не согласован с президентом России. Это всем понятно. И ходит версия, что сделано это было для того, чтобы с одной стороны продемонстрировать населению активную борьбу Кремля с коррупцией, вроде власть сам очищается, закон один для всех и прочая демократическая глупость. С другой стороны, в российской прессе было сообщение о том, что фамилия самого Путина может всплыть в связи с махинациями вокруг денег Роснефти. Я думаю, что он отдал целиком и полностью эту ситуацию на откуп Сечину. Твоя преградизация Роснефти, твоя битва за Пашнефть – вот сами разбирайтесь. Понимаете, Путину не до такой ерунды. Он же управляет миром. У него шахматная доска, он в горных высях, он переставляет эти шахматные фигуры, он думает о другом, он в вечности. Вытаст какой-то нефти, ну перестаньте мучить человека. Ну и он не до этого ему. Далай-Лама вот говорит, что Путин довел нашу нацию до совершенства. Опять же, Махатма ждет его, и мне кажется, там какая-то связь прямая есть, по крайней мере, наверное, может, и ему кажется. Ну какая нефть? Ну это слишком мелко. Вы знаете что? Вы все жадные, вы все завистливые, вы все очень... Только о деньгах и думайте. А у человека мировые проблемы. Арестованный министр Улюкаев на первом заседании суда успел заявить, что его дело войдет в историю. А в историческом смысле завершится положительно, то есть принесет пользу русскому народу, которому, как теперь надо полагать, придется прильнуть к экранам в ожидании новостей об Улюкаеве. Вот и дело его вроде будет слушаться в открытом режиме. Может, этот самый народ и узнает что-то для себя новое. Хотя бы про размеры взяток для российских чиновников и вообще всего правящего класса. Министры народ нищий. Если, конечно, это не силовой министр, то, конечно, это люди глубоко, ну то есть глубоко обеспокоены в собственном будущем, потому что, ладно, все веки, они там себе пулю в лоб пустят, но хотя бы детишкам останется. А тут и пулю страшно пустят, и делам за что? Там либеральная экономия должна пускать себе пулю в лоб. Ну, послушай, ну 2 миллиона, но все-таки прилично дома в Майами купить можно, но, собственно, один. Совсем один. И даже, в общем, не такой, на которых пацанов пригласишь. Пацанов не позовешь. Любовнице оставить нечего. Ну, не позорьтесь. Поэтому, в принципе, эта сумма-то, конечно, неплохая. Силовик, конечно, даже, я думаю, областной. Это уровень районного силовика 2 миллиона долларов. Брайсовет, товарищи. Поэтому, если предположить, что все это было, вот так, как описывает Игорь Иванович Сечин с Нукерами, то, в принципе, в сумму 2 миллиона можно поверить. Можно поверить, потому что для него не деньги. А для Люкаева деньги, извините, он человек пожилой относительно. То есть ему пора думать о младших детях, у него совсем младшие дети. Да, там поделить, там поделить, здесь поделить. Еще живым уйти. Ну, да, да, да. Пять раз по 2, и уже можно в Майами. Продолжение слушания по делу взятки от Роснефти назначено на 1 сентября. Лично мне прям не имется послушать Алексея Улюкаева с его рассказами об обитателях кремлевских коридоров и их нравах. Если, конечно, ему дадут что-либо сказать. На этой неделе в Украине произошло несколько заметных событий. Во-первых, 5 телевизионных каналов начали вещание на территорию Крыма. Правда, вещают в цифровом формате, и, насколько я понимаю, лишь немногие из желающих смогут увидеть программы Киева. Телевизоры с возможностью непосредственного приема цифрового сигнала довольно дороги, а раздавать сигнал по кабельным сетям российские власти, как вы понимаете, никому не позволят. Второе. Газдеп США выразил доверие Украине в области нераспространения оружия. Фактически, Вашингтон снял с Киева появившееся было подозрение о поставках в Северную Корею двигателей для баллистических ракет. И третье. Генералитет Украины на этой неделе пребывал в легкой панике. В среду министр обороны Степан Полторак заявил, что генеральный штаб вооруженных сил предусмотрел ряд мер для реагирования на угрозы российско-белорусских маневров в Запад-2017. Они должны пройти в сентябре на территории Белоруссии. Довольно масштабное учение. Оказалось, что со стороны Министерства обороны была не паника, а не лишняя и мудрая предусмотрительность. Я поговорил с несколькими достаточно авторитетными военными экспертами, которые считают, что в действительности угрозы масштабного вторжения российских войск на территорию Украины не существует. Я думаю, что если бы кому-то в Кремле Путину, или кому-то из людей в его ближайшем окружении пришла в голову мысль действительно устроить крупномасштабную операцию против Украины, какое-то крупномасштабное вторжение, то соответствия были бы очень плохими. Потому что после этого точно бы были применены очень жесткие санкции. Я не знаю, там отключение от свифта, персональные очень жесткие санкции против многих кремлевских чиновников, которые пока что удивительным образом под санкции не попали. против руководителей российских органов массовой агитации и пропаганды. И уж точно в Украине начали поставлять летальное оружие. Возможно, были, знаете, даже какие-то варианты вроде ввода каких-то там миротворческих ограниченных контингентов на территорию Западной Украины. И даже возможно, какие-то совсем жесткие варианты вроде нефтегазового эмбарго, отказа там от закупок российских энергоносителей. Я не думаю, что в Кремле готовы к таким экстремальным вариантам. А еще на этой неделе стало известно, что на днях должна состояться встреча спецпредставителя США по Украине Курта Волкера с помощником президента России Владиславом Сурковым. Волкер недавно был в районе боевых действий на Донбассе и назвал события на востоке Украины не замороженным конфликтом, а горячей войной. Господину Волкера, насколько я понимаю, существует там достаточно простой жесткий набор взглядов на то, какую, скажем так, роль играет нынешняя путинская Россия в системе международных отношений, сколь серьезные угрозы для национальной безопасности Америки и ее европейских союзников представляет нынешний политический курс Кремля. И, насколько я понимаю, господин Волкер является сторонником сдерживания России. То есть, по сути дела, возврата к тем отношениям, которые когда-то существовали у Соединенных Штатов с Советским Союзом, но, разумеется, с поправкой на цивилизационные изменения, которые произошли в мире. И, в общем, я не думаю, что господин Волкер будет рекомендовать какие-то размены по Украине между Россией и Америкой в обмен на что-то другое. Я думаю, что его позиция принципиальная. я напомню, что после того, как он съездил на Донбасс, он заявил, что он убедился, в Украине имеет место не внутренний конфликт, что в Украине имеет место прямое вмешательство Российской Федерации. Из этого исходим. Мои американские соседи спрашивают, а чем все это может закончиться? Честно, не знаю. Видимо, никто не знает. Но вот на этой неделе московская биржа объявила о приостановке торгов валютной парой гривна российский рубль. На бирже говорят, что это связано с полным отсутствием интереса участников торгов к данному инструменту. Рубль и гривна расходятся в разные стороны со всеми вытекающими последствиями. Оно им надо? На этой неделе президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о проведении широкомасштабных военных учений, в которых примут участие даже гражданские лица. То есть, в маневрах будет задействована почти вся страна. Это был его ответ на угрозы Дональда Трампа, о возможном военном вмешательстве в политический кризис в Венесуэле. Мои американские соседи спрашивают меня, если там в Каракасе все так плохо, кой черт газеты пишут, что Россия кредитует правительство Мадуро. Оно вам надо, соседи. Слушайте, если государственная компания Роснефть перечисляет венесуэльскому правительству 6 миллиардов долларов, значит, в этом есть какой-то смысл. Мало ли, какая обстановка внутри страны, если есть благородные цели. Ну, это откат. Это же ясно, это как было в свое время перед дефолтом, когда мы получили ВВФ деньги, а они потом неизвестно куда делятся. Понятно, что это располовинятся деньги, понятно, что часть денег вернется назад, понятно, что придется списывать долг государственной в связи с тяжелой обстановкой. Ну, а под такую ситуацию как денег-то не украсть? Ну, это же вообще, так сказать, расходы предстоят большие выборы. Вы в Америке-то не понимаете, а у нас ведь выборы это дорогое удовольствие, то у вас там ничего не стоит эти деньги, так сказать. А у нас это все серьезно значит. В самой Венесуэле ситуация на грани то ли гражданской войны, то ли революции. После прошедших недавно выборов было сформировано национально-учредительное собрание, оно меняет теперь парламент, который контролировался оппозицией. Уже создана комиссия по, внимание, установлению правды, справедливости и мира, изобретения диктатора Мадуро. Страна при этом на грани гуманитарной катастрофы. При прежнем президенте Уга Чавеси все доходы бюджета формировались от продажи нефти, цены упали, все закончилось одномоментом, ну, в смысле товаров и услуг. Тем не менее, утопающая в долгах российская госкомпания Роснефть продолжает кредитовать шатающийся диктаторский режим. Российские деньги уже похоронены очевидно совершенно. Вы должны быть без иллюзий. У нас есть, опять-таки, опыт Советского Союза, когда мы прощали многомиллионные и многомиллиардные долги, никто от этого не умер, потому что население не имеет возможности, граждане Российской Федерации не контролируют бюджетные потоки, не контролируют движение средств. Они даже не знают о том, что правительство куда-то что-то отсылает. И если бы недосужие вот журналисты вроде вас-то сказать, то, наверное, никто бы никогда об этом и не говорил. Все бы говорили, ну, что, ну, да, ушли, деньги, ну, что, не из моего же кармана. Ведь российский гражданин переживает только тогда, когда у него просят деньги за билет с роллейбуси, он понимает, что он говорит, баскет из своего кармана, или билет в кино, или билет в баню. А когда речь идет о том, что какие-то многомиллиардные вложения уходят, неизвестно откуда, неизвестно куда, российского обывателя это никак не волнует. У нас нет такой культуры переживания за общий бюджет. У нас нет вообще понимания культуры бюджетирования, что человек должен знать, на что тратятся деньги, так сказать, в развитии его улицы, в развитии дома, в развитии города, в развитии региона. Никто этим не контролируется и не озабочен. Потому что все понимают, что это все проходит мимо человека. Отсюда и отсутствие переживаний, что мы в Венесуэлу вляпались, что мы положили туда деньги, что мы пытались развивать их оборонную промышленность, естественно, журничным способом это делали. Понятно, что украли много. Помните тот пример про завод по изготовлению Калашникова, который деньги выделили, а завод не построили. Но забыли. Так же бывает. Вроде все, чертежи сделали, деньги выделили. А завод просто не построили. Ну, недосуг был. Время там сзади затянулось, что какие-то процессы. Все, завода нет, а деньги ушли. Ну и кто? В Псковской области или там Воронежской области люди возмущенные вышли на улицу и говорят, где деньги, которые мы потратили в Венесуэле назад? Никто этим называться не будет. Поэтому мы с вами можем это обсуждать, но это лишь вот такое легкое дуновение ветра на безбрежном океанском простое. И последнее. Теракт в Барселоне. Арендованный фургон на скорости 80 км в час проехал по главной туристической улице города более 600 метров. Раздавив насмерть 14 человек и ранив более сотни. Среди погибших и пострадавших граждане как минимум 18 стран. Говорят, что террористы планировали арендовать грузовик, чтобы начинить его взрывчаткой. Всего лишь отсутствие водительских прав на управление тяжелым транспортом предотвратило трагедию еще большего масштаба. Мой приятель Андрей Вульф был на улице Рамбл в тот день. Судьба развела его с террористами. Андрей жив. Вчера он ходил по уставшей Барселоне. Картинка это отсутствие ужаса. Вот как-то это настолько вписано в сегодняшнюю жизнь. А вот там три дня тому назад Эль Классика сегодня взрыв через неделю так сказать открытие выставки потом концерт люди привыкли к этому. И это ужасная трагедия это страшные циничные слова и они никогда так сказать не будут поняты теми кто потерял близких или как-то так сказать оказался пострадавшим в этой ситуации но нету нету другого состояния. Вот состояние оно в принципе какое-то вот такое. Вот эта вот обыденность она с моей точки зрения для меня лично это самая большая сильная краска потому что я вспоминаю свои впечатления ощущения от первых московских терактов взрыва жилых домов и так далее в голове было только это и это было на лицах людей это было везде и то же самое было в Европе в том числе и во время последних в Ницце была такая же самая ситуация а здесь как-то ну вот ну вот еще одна история вот еще одна история произошла поехали дальше вот так если вы все понимаете значит вам не обо всем говорят пока увидимся Продолжение следует...